Дед Мороз Поскольку накануне праздник Новый Год, решил зайти в Википедию и узнать происхождение Деда Мороза. Так вот, происхождение Деда Мороза. Сейчас Дед Мороз главный персонаж и олицетворение Нового Года. Однако в древние времена он являлся скорее воплощением зла, нежели добра. Происхождение Деда Мороза установить сложно, поскольку его биография за свою долгую историю обросла мифами и легендами. Главный сказочный персонаж Нового Года прошел путь от злого духа и религиозного пережитка до доброго старика, дарящего детям подарки. И сейчас праздник без него представить невозможно. Прототип Деда Мороза в славянской мифологии. Дед Мороз как воплощение праздника появился не так давно, менее 200 лет назад. В глубокой древности славянские племена часто представляли его как сгорбленного старика невысокого роста. При этом предок современного Деда Мороза отличался сложным характером. И в этом не было ничего удивительного, поскольку старичок являлся олицетворением суровой зимы. Мифология славян была категорична. В представлении людей он никак не мог быть добрым и покладистым. Разве настоящая русская зима такая? Вот и старик был суровым, упрямым, жестоким, властным, подверженным перепадам настроения. У старика не было, скажем так, официального имени. Каждое славянское племя называло его по-своему. Трескунец, Морозка, Карачун, Студенец, Зимник. По факту, эти племена носили один и тот же мифический персонаж. Но отличия все же были. Например, Карачун по народным преданиям жил под землей и повелевал сильными морозами. Славяне представляли его в облике медведя-шутуна. Предание гласило, медведь перевернулся в берлоги. Прошла половина зимы. Трескунец, как понятно по имени, командовал лютыми трескучими морозами. Из-за него снег скрипел под ногами, а деревья трещали от холода. Морозка считался помощником бога Перуна. Он сковывал реки льдом, раздаривал серебро, а в трудную минуту мог прийти на помощь людям. Именно он стал персонажем фильма Александра Роу. Студенец и Зимник являлись покровителями холода и мороза. Иногда они изображались в виде стариков с длинной седой бородой. При этом студенец тоже являлся помощником Перуна. Следил за порядком в лесу. Он был более суровым и мрачным. Встреча с ним могла закончиться для человека гибелью. Ну, пожалуй, на этом все.